Некоторые взрослые Это Веня, мой лучший друг Если бы в школе появились такие предметы, как булочковеденье или пончикознание Веня непременно бы выиграл все Олимпиады по этим предметам Сегодня физкультура, нужно держать себя в форме Поговаривают, что Толик тайно создал новый химический элемент, который назвал Анатолитий Если бы я не делал уроки наперед, то мне оставалось гораздо больше времени на науку А в школе еще и Уткин постоянно отвлекает их в занятии Ну как тут стать нормальным ученым? А это, Уткин, абсолютная цитадель хулиганства нашей школы Если где-то что-то случилось, виноват именно он Даже если не в нашей школе Даже если не в нашем городе Даже если не в нашей галактике Прощайте, ребята! С вами было приятно учиться! Ты что, решил сбежать еще до начала уроков? Нет! Просто у меня за год выходят двойки по литературе Математике, физике, биологии и физре Исправить все за один день нереально Так что, прощайте! Ес! Только ты чего? А что? Я радуюсь, что у Уткина появилась такая возможность Что можно было исправить все оценки Это серьезное испытание И лично я ему в этом помогу Мы все поможем! Да! Только я не понимаю, как по физкультуре можно было двойку получить? Очень просто, я туда не ходил Одинокая лягушка – легкая добыча для цапли Но и цапля – легкая добыча для сотни лягушек Вень, ты чего? А! Я помогу тебе по физкультуре! Мы поможем тебе! Да! Это будет тяжелый день Как сказал один мудрец Через трение к грозьям Или через звенья к розьям А! Через тернии к звездам! В общем, вы помните Со сравнениями у меня они не очень А-а-а! Через тернии к звездам! А-а-а! Юрик! Не бегай по коридору Налетишь на кого-нибудь Мы готовы! Уважаемые знатоки! Я рад приветствовать вас на весенней серии интеллектуальных школьных игр! Наш директор Владимир Альбертович настолько любит свою работу, что очень удивился, когда спустя год узнал, что за нее еще и платят зарплату Тяните вопрос! Итак, номер вопроса Вопрос номер три Вопрос на пятерку пришел к нам от Елизаревой Валентины и седьмого В Елизарева Валентина спрашивает вас, уважаемые знатоки Кроманьонцы дали начало трем большим расам Астралонегроидной, европеоидной и монголоидной А теперь внимание, вопрос! Что на это повлияло? Время пошло! Значит, они различаются по цвету кожи Значит, они все жили в разных частях планеты И значит, где-то солнечно, где-то холодно, а где-то ветрено Если везде разный климат, значит... Время! Кто отвечает? Отвечает ученик Степан Уткин Почему Степан Уткин? Потому что ему нужно исправлять оценки, а мы ему помогаем Ну что ж, помогательноклассникам замечательно Но насколько я осведомлен, у Степана Уткина проблемы еще по нескольким предметам Мы и их исправим Ну что ж, молодцы! Но давайте вернемся к вопросу Кроманьонцы дали начало трем большим расам Австралонегроидной, европеоидной и монголоидной Внимание, вопрос! Что на это повлияло? Я думаю, это разные климатические условия Правильно, и пятерка уходит на хоккан Ну что ж, а сейчас, внимание, черный ящик Итак, внимание, вопрос Что в черном ящике? А вопрос? А, да, забыл Хорошо, вопрос Кроманьонцы На стенах пещер Изображали животных Сцены охоты А чем они это делали? Время пошло! Уткин выйти нельзя У меня досрочный ответ Очень интересно И чем же они это делали, уткин? Угнем! А сейчас, внимание, правильный ответ Кроманьонцы На стенах пещер Изображали животных Сцены охоты Угнем! Ну и совершенно верно И снова пятерка уходит знатокам Поздравляю вас! Здравствуйте! Лоткер, откуда такие познания? А я знаю, откуда такие познания Дело в том, что вчера Кто-то изрисовал стену школы Именно таким углем Я все помою Мне очень жаль Очень жаль, Степан Уткин Что ваши друзья не радуются Потому что вы исправили свою оценку Поздравляю вас! Ура! Я все придумал Это будет самый грандиозный побег Я не могу Мне надо оценки исправлять Отличный план Может, вместе сбежим? Интересно Зачем ему шланг? Мы, как всегда, последние Скажите, а что было на обед? На обед было Макароны с котлетами Дядя Гена Наш повар Целыми днями он только и делает Что готовит, готовит, готовит Правда, иногда у него бывают выходные И тогда он ест, 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 ест Нам нельзя макароны Мы на диете А можете приготовить что-нибудь такое Легкое, диетическое? Легко А давайте, например, салатик Салатик из чего? Без курицы, без сыра Ну, потому что калорийный Без масла, без майонеза, без помидоров Ну, просто не очень люблю их Готово Так быстро Это все? Да Это салат от шеф-повара Называется «Диета» Я, наверное, макарошки с котлетой поем Я тоже Предательница Приятного аппетита Дружище, давай с уроков сбежим А то я уже устал на каждом уроке отвечать Я не хочу оставаться на второй год Я должен оценки исправлять А я свои оценки уже исправил Да ладно Покажи А вот Смотри Оп Ай, Юрик, ничего ты не понимаешь Думаешь, заметят Я тоже думаю, что не заметят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Эх Жаль Улейки магазин гораздо больше На планете Ивана Марсовича Учитель труда – это самая почетная профессия Нам об этом сам Иван Марсович сказал Готов ли стол для моего нового пентхауса? Для какого еще пентхауса? А, забываю сказать Каждый год в Амстердаме проводится международная выставка компактных домов В которой я регулярно принимаю участие Так вот, вот эта тумбочка С виду тумбочка А на самом деле Мое компактное жилище Пентхаус Выставка домов для муравьев Сам ты для муравьев Если не веришь, можешь проверить Добро пожаловать Свет включается слева Ого, да тут целый дворец Да-да-да, это только первый этаж Ты дальше иди Ох, бассейн Да, нравится Мне кажется, этот дом займет первое место на выставке Давай вылезай, все, хватит Ну еще чуть-чуть Я кому сказал? Ну Давай вылезай, а то шарик разбудешь Ну какого еще шарика? Ой, 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 ой Даня, Даня, запрыгивай на стол Ай, какой стол? Мы же его его не сделали Тогда бегом к выходу Ай Шарик, фу А зачем вам такая большая собака? Ну как зачем? Для охраны А не проще сигнализацию установить? Проще Ну только шарик установщиков всех распугивает Доделываем стол Давай, смотри Девочки Ну кто так танцует? А что? А ну разойдись А вот теперь продолжайте Продолжайте Наш физрук Ли Юнкан Может силой мысли Одолеть около тысячи воинов Правда, если воины Вымышленные Чтобы не оказаться На дне стакана с компотом Нужно не быть сухофрухтом Что? Поймите Я никак не смогу поставить Уткину пятерку в четверти Потому что он пропустил слишком много занятий А наверстать все упущенное Не сможет даже Великий Воин Света А кто такой Великий Воин Света? Это я Но вы не можете поставить Уткину два Двойку я не могу поставить только одному человеку на этой земле Джеки Чану? Тогда двум Джеки Чану и тому, кто отожмется больше, чем я Подождите То есть, если Уткин это сделает То вы поставите ему пять? Да Но я не смогу Тибертощ, но смело сердце у него в груди Человек беден, но воля его неистащима Что? Ты сможешь? Да Дается только одна попытка Сможешь меня переоджимать? Поставлю пять Не сможешь? Два Ха-ха-ха Раз Два Три Начали! Уткин! 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 49 50 Ух ты! Селлормун! А? Где? А, показалось Тогда давай сначала Ну вы же сами сказали Дается всего одна попытка Я выиграл Так нечестно, меня отвлекли Мудрость гласит Мудрость гласит, что самурай не должен отвлекаться во время поединка Вот тут ты прав, воин дракона Уткин, сколько ты отжался? Ай, 53 Ого! Это действительно много Не ожидал от тебя такого Молодец! Жду тебя после уроков на тренировку Поздравляю! Теперь ты в школьной сборной Молодой человек Другой молодой человек Молодые люди, я вам говорю! Ноги вытирайте Ага Привет, Селл Пауткин! Чё тебе надо, девочка? А это правда, что ты скоро будешь учиться в моём классе? Чего? Толя сказал, что с таким рвением к учёбе ты непременно перейдёшь в наш класс Так что я решила познакомиться Твой класс? Нет, ни за что! Видишь, я учусь! Не же они, девочка! Главное, стимулы! Чё это? Уткин, нет времени объяснять! Это таблетка знаний! Съешь её и ближайшие 45 минут Ты будешь знать всё, что мы проводили в школе Ребята, у меня для вас хорошая новость Мы прошли в учебной программе немного вперёд Поэтому у меня для вас два варианта развития событий Первый Заняться своими делами А второй? А второй, Уткин Повторить с вами всё, что мы прошли до сегодняшнего дня И второй вариант нам больше всего подходит Итак, ребята, кто мне скажет закон Архимеда? На тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила Рамная весу, вытесненной этим телом в жидкости Хорошо Кто мне скажет первый закон Ньютона? Существуют системы отчёта, называемые инерциальными Относительно которых материальные точки, когда на них не действуют никакие силы Или действуют взаимно уравновешенные, находятся в состоянии покоя Или равномерного прямолинейного действия Откуда такие познания, Уткин? Мне Толик пилюлю дал, сказал, что если я её съем, я буду всё знать Это не пилюля, это обычный апельсиновый мермелад У меня ещё такой есть Это называется эффект плацебо Получается, что Уткин всё это знал Получается, что он заслужил, чтобы его оценка в четверти была исправлена Поздравляю, Уткин Спасибо тебе, Толик А у тебя есть ещё такие пилюли? А то её же математика ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, Уткин, а я уже заждался, думаю, когда же ты придёшь? Филипп Филиппович, срочно дайте мне таблетку от живота, и я пойду Как? Ты даже не будешь отпрашиваться с уроков? Нет, мне надо срочно идти на уроки Стоп! У тебя не живот болит У тебя что-то очень серьёзное Да я просто нырмела добился Да, мне надо оценки исправлять Сам просится на урок Это что-то очень-очень серьёзное Сиди здесь и никуда не уходи Так А я срочно вызываю скорую помощь Не нужна мне скорая помощь! Я должен срочно исправлять свои оценки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толик, пойдём Куда? Уткин, помоги! Извиню, мне надо учиться, а я тороплюсь Ну, Уткин, я же тебе помогал! Ах, да! Ты мне дал пилюлю знаний, поэтому Держи печеньку храбрость, она тебе поможет О, круто, печенька! Ммм! Теперь я чувствую себя ещё сильнее! Уткин, что ты наделал? Слуга за услугу, дружище! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подошвы покажи! Ну-ка, быстрей переодевать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руслан, вся надежда на тебя! Это интересно! Что случилось, Юрик? Пожалуйста, сбеги со мной с уроков! Я уже всех просил, никто не хочет! Помоги, а! Хорошо, так и быть, я помогу тебе! Ура! Наконец-то! А у тебя есть план? Конечно, есть! Я его целый год в уме вынашивал! Класс! Рассказывай! Значит так, ты бежишь первым, я бегу сзади. Около главного выхода школы тебя ловит дядя Коля. Как ловит? Да слушай до конца. Ага. Значит так, тебя ловит дядя Коля. Я бегу сзади, выхватываю тебя из его рук, тем самым застав врасплох. И вуаля, мы вместе вырываемся на свободу. Руслан, это самый гениальный план, который я когда-либо слышал! Я готов! Ну, вперед! Три, четыре! Где ж оно? Что за чудеса? Фокусник! Шутники! В целом все написали хорошо, но есть одна двойка. На вид эту работу писал какой-то пятиклассник. А самое главное, скажите мне, почему на всех листочках написано, что работу писал Степан Уткин? Что ты скажешь, Уткин, по этому поводу? Я не знаю, я сам писал и учил, честно! Конечно, я так и подумала. А вы можете по почерку сверить? Уткин не мог написать на двойку. Маша, а ты откуда знаешь? Потому что я весь день с ним занималась. Ну, мы же один класс и должны помогать друг другу. Скажи, Маша, а зачем ты тоже писала за Уткина? Перестраховаться. Ну, мы все так договорились. Угу. Странно. Действительно, Уткина пять. Ура! Не спешите радоваться. Я не поставлю ему эту пятерку до тех пор, пока не узнаю, кто получил двойку. Это я написал. Юрик, ты что здесь делаешь? Твои уроки давным-давно закончились. Я просто видел, как он все время учил, учил, учил. Ближе к делу. В общем, я подумал, было бы здорово, если бы он на второй год остался. Нам вдвоем гораздо веселее будет. А потом я подумал, было бы здорово, если бы мы еще на второй год остались. А потом еще, представляете? Не, ну что вы смеетесь? Ага. А потом еще на пенсию выйдем в школе, да? А об этом я и не подумал. Прости меня, Уткин. Хорошая работа, Уткин. Так и быть, ты не получишь двойку в четверти. Скажи спасибо своим друзьям. Ура! Очень многие даже не подозревают о том, что у них имеется скрытый талант. А я считаю, что его надо развивать. А настоящие друзья всегда тебя поддержат. Ведь на то они и друзья. Всем пока! Добро пожаловать в сборную «Воин Света». Ты сдал все нормативы за один день. А это значит, что тебе самое место в нашей сборной. Поздравляю тебя! Теперь ты будешь отстаивать честь нашей школы. А, вот ты где. Я его забираю. Кого? Уткина. Куда забираю? У него способности к математике проявились. Буду заниматься с ним, готовить на факультативе к Олимпиаде. Но у меня на носу соревнования. Хотя это уже не важно. Вон, видите, в окно пятки сверкают. Это Уткин. Да. А у парня большое будущее. Че стоим? Приседаем! Быстро, мелкие! Быстро! Школа – лучшее время, чтобы читать книжки. Дружить, любить, делать домашние задания. Но мы вырастаем из коротких штанищек. Школа – прекрасная, классная школа. Скоро увидимся. А пока... До свидания! До свидания! В городе снежном, в городе знойном, в сентябре, январе, марте. Каждое утро, раннее утро, в городе школьном, еще не разбуженном. Заспаном, будто садимся за партии. Новые идеи, новые контрольные, новый день чудесных перемен. Пишет пьесу и распределяет роли, необыкновенный школьный день. Продолжение следует...